Вчера вечером в Спасовознесенский собор привезли ковчег с частицей мощей святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского. Это один из новопрославленных святых, который окружен огромным почитанием православных христиан. В миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий был лечащим врачом-хирургом и одновременно профессором, читавшим лекции студентом. Он работал во многих городах России, в том числе в уездном городе Ордатове, входившем в Симбирскую губернию. Именно в Ордатове молодой хирург столкнулся с опасностями применения наркоза и задумался о возможности местной анестезии. В 1920 году после кончины жены он стал священником, но врачевать не прекращал. Когда начались гонения на церковь, Войно-Ясенецкий был арестован. Больше десяти лет он провел в ссылках, где продолжал врачевать и душу, и тело. После войны уже епископ Лука был возведен в сан архиепископа Красноярского, а потом переведен архиепископом Крымским. После его смерти, по сообщениям Русской Православной Церкви, люди, молившиеся на могиле архиепископа Луки, избавлялись от болезней. В 1995 году архиепископ Симферопольский, Крымский, Лука, определением Синуда Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата, был причислен к лику местночтимых святых. Этот святой жил в наше время. Его кончина, вот это 20 век, 1961 год, казалось бы, это вот прям рядышком. Многие люди, они говорят, что мы могли бы к нему прийти на врачевание, а сейчас он прибыл сам к вам. Это тот святой, который в своей жизни написал прекрасный труд «Дух, душа и тело», где он сказал, что невозможно врачевать что-то одно. Говорит, я доктор, я врачу и тело, но я смотрю, что если мы не врачуем душу, ничего не получается. Святыня будет находиться в соборе только три дня. Утром 21 октября она продолжит свое шествие по городам, где работал и молился святитель Лука. Помощь в принесении святыни оказывает Международный фонд апостола Андрея Первозванного. В организации приобрели 500 тысяч иконок святителя, которые раздаются верующим в городах, куда пребывают святые мощи. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.